Серёж, но просто так мы тебя отпустить не можем и не хотим. У тебя есть псевдоним Полиграф Шариков. То есть, Полиграф, ты можешь отличать с лёгкостью правду от лжи. Конечно. Наша игра «Правда или ложь» с Полиграфом. Игра «Правда или ложь» играют сегодня у нас два Сергея. Один хитрый одессит Сергей Середа и честный певец Сергей Пархоменко. Итак, я сейчас вам буду зачитывать заголовки новостей. Ваша задача сказать, правда это или неправда, верите в это или не верите. Если вы отвечаете правильно, вы получаете один балл. Если неправильно, вас ждёт сюрприз. Вопрос. Пожалуйста. По сумме накопленных баллов за правильные ответы, как можно это потом монетизировать? Это расскажет тебе хитрый одессит Сергей Середа. Никак. Вот такой ответ. Вы построили пирамиду и решили кинуть. У Сани ж фамилия вторая Мавроди. Серёж, я бы хотел обратить внимание на очки. Посмотри, какие у тебя широкие очки и какие тоненькие лисички у Серёжи. У меня сейчас всё сжалось, не только очки, я тебе так скажу. Итак, ребята, заголовки. Министр здравоохранения Норвегии призвала разрешить пить, курить и есть мясо. Ты когда-нибудь курил мясо? Курил мясо. Через яблоко. То, что ты пил, это понятно. Через яблоко. Кого она призвала? Давайте уточнять. Что ты призвала? Я призываю. Жителей Норвегии. А, жителей Норвегии? Она обратилась, как бы говорит, можете пить, можете курить, можете есть мясо. Это нормально. Смотри, ну как думаете, правда это не правда? Она призвать к этому точно не могла. Пить, курить и есть мясо? Ты думаешь нет? Я думаю, что это правда. Давай я скажу, что правда. Давай, я думаю, что правда. Ты говоришь, что правда? Да. Ложь. Ложь. Итак, ребят, сейчас мы узнаем, кто ответил правильно. Да ладно. Я не хочу норвегский паспорт. Движемся дальше. В киевских кофейнях разрешено продавать латте дороже, если покупатель не там ставит ударение. Да ладно. Такое есть кафе. Если ставишь ударение неправильно, там сказал латте, и он тебе все... Филологическое кафе. Плюс 10 процентов, да. Кафе зануда. Кафе зануда, да. Слушай, я думаю, что это, наверное, неправда, но мне бы хотелось, чтобы это было правдно, но это было бы прикольно. Так что ты думаешь? Давай я думаю, что... Давай не уклоняйся. Ну, у меня, я же одессит, петлять это наше все. Так, я, правда, все, правда. Ты думаешь, правда, тогда я думаю, неправда. Ты думаешь, неправда? Я думаю, неправда, да. Хорошо. Сереж, интуиция у тебя на высшем уровне. Я все равно верю в креатив киевских кофеен, потому что идея, как идея, очень хорошо. Серега, спасибо, что ты мне помогаешь. Ты зашел попить кофейку, выходишь грамотным. Поехали дальше. Андретан пошил лучшие трусы года по версии журнала People. Подожди, давай так, давай просто сократим новость. Андретан пошил лучшие трусы. Лучшие трусы по версии журнала People. Правда, неправда. А версии журнала People? People. People? Да дерьмо, это все, это я не верю в это. Нет, я верю в Андрея Тана. Мы вырежем это для заголовка. Хорошо, неправда. Да, неправда. Сереж, значит, я говорю правду. Хорошо. Андретан. Интересно, Андретан, выражение лица Андретана сейчас увидеть. Да, хорошо бы было. И эти трусы. Вот это, вот это подтяжка лица, конечно. У меня вопрос, а почему, это несправедливо, а почему ему с дымком каким-то выходить? Мне просто метафана ему с дымком. Это не дымок, это пыль. Итак, следующая новость. В Ровенской области женщина... Правда. 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 В Ровенской области... Я, 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 как русская рулетка, я не хочу дослушивать. Правда. Давай реально, давай, давай мы скажем правда-неправда, а потом ты прочтешь новость. Я говорю, что правда. Я говорю, неправда. Неправда. В Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сына, ее сыну на улице. И ты ответил, правда? Ты ответил, что неправда. Саня, давай еще дымони. Мне это начинает нравиться. Поехали дальше. В продуктовом магазине Запорожье мужчина украл бензопилу. Полицейские в недоумении. В продуктовом магазине? В продуктовом магазине Запорожье. В бензопилу. Но это правда, чистейшая правда. Это же Запорожье. Новость несуразная, конечно. Так и Запорожье не самый логичный город. Логично. Сереж, мне нравится твой ход мысли. Продолжай. В продуктовом отделе. Пусть будет правда. Пусть будет правда. Правда? Правда? Сто процентов. В продуктовом магазине Запорожье мужчина украл бензопилу. Да. Я вас поздравляю. На данный момент у нас ничья. Судя по количеству блесток на вас. Последняя новость. Итак, в Житомире в связи с эпидемией щавелевого гриппа люди уничтожают щавель и рискуют остаться без зеленого борща. Это чушь полная. В Житомире? В Житомире в связи с эпидемией щавелевого гриппа. От топота копыт по полюлети. Загубили ляли, загубили ляли, загубили ляли. Загубили и с рыдой закутили. Блин, я, Серега, я думал мы друзья. Я просто помню как-то проходил, мимо проходил, мимо проходил. И мелкий дождик моросил. Метафан моросил. Ну так, метафан моросил. Не, ну все, я говорю, что это неправда. Неправда? Да. Житомир. Да, Житомир. Вадик. Это правда? По-любому. По-любому. Но если Вадик говорит, я верю. Ты веришь, да? Да, правда. Ну что, ребят, я хотел бы сделать акцент у вас ничья. Очень важный выбор. Так. Очень важный. И вот сейчас так вот вы, можно сказать, продымели свою победу кто-то из вас. Ты как-то подозрительно часто в мою сторону смотришь. Ну, продымели. Житомир, я верю в тебя. Вы победил Житомир. Сереж, я тебя поздравляю. Ты прыщил. Сереж, а ты вышел. Друзья, у нас сегодня в гостях был Сергей Пархоменко, рэпер Серега, полиграф Шариков. Спасибо большое, что были с нами. До встречи через неделю. И проведите ее без паники. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok